Добрый день, уважаемые жители и гости города Гулькевичи. Тема нашей беседы – царский крестный ход. Сегодня в гостях творческой гостиной «Вдохновение» культурно-досугового центра «Дукоморья» церковнослужащая храма воздвижения креста Господня Иннокиня Ольга. Добрый день, матушка Гулькевича. Ежегодно тысячи православных русских людей в ночь на 17 июля идут величественным крестным ходом из храма на крови в монастырь во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, место сокрытия тен царя и членов его семьи. В этом году исполнилось 102 года со дня гибели царской семьи. Я, матушка, знаю, что вы посетили место проведения этого мероприятия. И, кроме того, я знаю, что вы также являетесь участницей и других крестных ходов. Хотелось бы услышать от вас, что такое крестный ход и кто может принимать в нем участие, где он проходит. Вы знаете, в понятие крестного хода входит такое понимание, как шествие с Христом, с иконами, с хоропами церковными. Крестные ходы устраивают в честь каких-либо праздников церковных, очень великих, таких как Пасха, Рождество, престольные праздники. Это малые крестные ходы, но есть еще и большие крестные ходы, такие, например, как Великорельский крестный ход в Кировской области. Он многодневный, более 150 километров. И он в честь прославления святителя Николая Чудотворца, в честь явления его чудотворной иконы. Царский крестный ход, которым посчастливилось мне в этом году идти, он именно в память о царственных мучениках, об их подвиге, об их жизни. То есть, идя, мы молимся Господу, мы просим Господа, чтобы Он по молитвам святых царских мучеников помиловал Россию, помиловал каждого из нас, каждого православного человека, который обращается искренне к Богу помилованию. Крестный ход – это молитва плюс труд, шествие. Вот что, в принципе, означает крестный ход. Я правильно поняла, что крестный ход – это своеобразная практика. Ты практикуешь смирение, беззлобие, ты преодолеваешь что-то, да? Ты стремишься к чему-то. Да, конечно, в крестном ходе открывается то, что мы о себе не знаем. Наши мимущие. Где-то, может быть, у нас не хватает терпения, смирения. И крестный ход, конечно, это прекрасное проявление себя со стороны, именно как христианина, относящегося милосердно к ближнему. То есть поддержать кого-то словом, делом, понести чью-то немощь. Вот, в принципе, можно вот так вот проявить себя в крестном ходе. И вот прекрасное, я думаю, о себе узнать много можно интересного. Я правильно поняла, что основной составляющей крестного хода является молитва? Да, это самое главное – это обращение к Богу. Матушка, а вот царская семья, какая она была? Если позволите, я хочу рассказать немножко предысторию, как я познакомилась вообще с царской семьей. У меня попалась книга следователя Соколова «Убийство царской семьи». Из этой книги я вообще узнала о царе Николая II, моего семье, о тех трагических днях, последних днях, которые они проживали в Екатеринбурге, и о той трагедии, которая случилась в доме инженера Ипатина, где сейчас стоит великолепный храм на крови. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья была казнена. Протом там был очень страшный расстрел, страшные мучения, когда царевича Алексея, 13-летнего мальчика, добивали штыками. Это жуткая очередь. И с тех пор я начала интересоваться о жизни этой семьи вообще, о тех достижениях, которые в конце концов были в их время, чем они занимались, как они проводили в то время. И меня поразили взаимоотношения их в семье. Настолько трепетно отношение Николая к Александре, Александры к Николаю. Между детьми была любовь, дружба. Настолько они просто как единая настоящая семья, считаю, это образец семьи. И знаете, это, наверное, самая такая вот семья из царской династии, которая наиболее выпачкана грязью. Столько много вылита неправды на эту семью. И вот хочется именно пролить свет, свет правды, свет настоящей истины. Какая эта семья была. И я попытаюсь сегодня это сделать. Знаете, немножечко расскажу о самом Николае Втором. Это был очень глубоко религиозный человек. Он был очень грамотный. Он изучал очень многие науки. Кто интересуется историей, пожалуйста, почитайте его указы, грамоты. Он видел себя прежде всего как хранитель православия. На Руси и вообще во всем мире. Это очень важно. Этот человек, который был очень терпелив, в нем было огромное смирение. Это был хороший царь. Но, к сожалению, пришлось ему править страной, когда нравственность была в очень глубоком, можно сказать, упадке. Да, были храмы, конечно, цветущие храмы, золотые купола. Но, к сожалению, в обществе уже глубоко засело такое понятие, как свободная любовь, эмансипация. Подвергалась насмешке настоящая семья, брак. То есть безнравственное падение уже началось. Все это, так или иначе, привело к атеизму. То есть люди потеряли веру. Веру в то, что было присуще нашим предкам. Ну, давайте вспомним те плюсы, которые были во время царствования Николая II. Население во время царствования Николая II возросло на 60 миллионов человек. Далее. Рост производства. Самые низкие налоги в мире. Железные дороги, которые были совершены именно во время царствования Николая II, которыми во время Великой Отечественной войны пользовались. Да, и была огромная помощь. Именно вот благодаря заслугам Николая II. Матушка, а вот скажите, пожалуйста, все-таки отношение все равно к Николаю II было неоднозначное. Считали, многие считали его слабовольным человеком. То есть, который не смог бы поправить обстановку, которая сложилась в результате его правления. Вы знаете, вот еще раз повторюсь, что пришлось ведь ему править в очень трудное время. Время, когда вокруг было много предательства. Не на кого было фактически опереться. Понимаете, есть же прекрасная поговорка, да? Один в поле не в войну. Конечно, он очень много делал, он очень много старался. Он молился за Россию и все делал именно как руководитель. Но, к сожалению, очень было много вокруг нечестности. Было предательства. Очень много было предательства. В нашем великом государстве существовало достаточно правительцев, которые, благодаря своему величественному дару, подвергались изгнанию и позору. Одним из таких предсказателей был могущественный и благочестивый монах Али. Ему, как и многим другим, было довольно сложно спокойно жить в нашем Отечестве. Ведь этот пророк отличался удивительно точными предсказаниями. И особенно в отношениях правителей российских. Кто же этот загадочный старец, который пророчил от имени Всевышнего? Да, действительно, в истории известен монах Али, который обладал даром предвидения и который сделал очень много предсказаний в отношении царских особ. Вот он, например, предсказал кончину Екатерины Второй, Елизаветы Петровны, Павла Первого. Конечно, все это не сулило ему какой-то такой доли доброй, потому что его постоянно то в тюрьме, то в монастыре закрывали. Но при встрече с Павлом Первым он открыл историю, кончину потомка его через сто лет, что будет происходить после смерти Павла Первого. И все это было записано и спрятано в особом ларце, в Гатчинском дворце. И вот этот ларец хранился там, и было предписано вскрыть потомку через сто лет после кончины Павла Первого. То, что произошло. И вот скажите, значит, царь Николай знал, что произойдет с ним и его семьей? Да, это был 1901 год, и вот они очень радостные с утра выехали из своего дворца с Александрой Федоровной Николаем Александровичем и приехали в Гатчинский дворец, вскрыли этот ларец, прочитали письмо и вернулись очень огорченные, очень удрученные, потому что все было описано, что его ждет, что ждет Россия. Представляете, что творилось в их душе? Я понимаю так, что именно поэтому он и не принял никаких мер, чтобы спасти себя и свою семью, потому что он уже знал, что он должен в 1918 году погибнуть. Да, была даже такая история. Разорвался снаряд, и у Николая не дрогнул ни один мускул на лице, и потому что он сказал, что до 1918 года я ничего не боюсь. Да, то есть, понимаете, в этом и заключается, наверное, все-таки христианский подвиг, чтобы безропотно до конца донести свой крест, то, что и сделал Николай и его семья, как христиане. Скажите, пожалуйста, вот вы во время всенужной службы клирик Нижне-Тагильской епархии Геннадия Ветерника призвал быть настоящими христианами. Быть настоящим христианином, иметь, прежде всего, конечно, глубокую веру в Бога, иметь дела по вере, то есть стараться исполнять заповеди Божии, то, что дал нам Господь Бог. И эта вера должна простираться до той высоты, которая называется доверие Богу. То есть все принимать от руки Божьей, и хорошее, и плохое. Знаете, Господь как добрый врач, который старается, чтобы помочь своему подопечному, человеку, который пришел и обращается к нему за помощью. То есть мы ведь от врача принимаем не только сладкое, правда, но и горькое лекарство, порой это и операция. Так же поступает с нами Господь. Но все делается для блага человека. Вот доверять Господу, не роптать, быть верным Ему. Вот по моему понятию, что значит быть истинным христианином. Скажите, пожалуйста, Матушка, а что означает покаяние и благодать? Понятие покаяния по-гречески звучит как метаноя, изменение ума. То есть сожаление о содеянном, сожаление о грехах, о том, что разлучает нас с Богом. Но покаяние глубокое можно принести только тогда, когда человеку дается благодать от Бога. То есть как бы измениться, не просто сказать Господи, прости, а именно изменить свою жизнь. Вот что очень важно и что именно означает покаяние. Глубокий смысл. То есть изменить. Но измениться мы можем только тогда, когда мы осознаем свое бессилие и всей душе обратимся к Богу. И вот тогда Господь услышит и поможет нам измениться. То есть мы в себе должны иметь Христа и благодать. Ну вот Христос дает нам эту благодать, которая помогает нам меняться. Понятно. Очень часто мы опираем же только на себя и ничего не получается. А уповать надо на Господа. Стараться самим, ну, призвать Господа. И будет помощь. Матушка, чем закончился царский крестный ход? Двадцать с лишним километров царского крестного хода завершились торжественным молитвом на месте упокоения хастанков на Ганиной Яме. Очень радует, что в этом году было очень много молодежи, было очень много детей. И все это дает надежду, что все-таки у нас есть будущее. После молитвы митрополит Кирилл поблагодарил всех, кто принимал участие в царском крестном ходе и сказал, молимся и верим, что Господь сохраняет нашу землю. Надеемся, что с Божьей помощью мы будем вести христианский образ жизни и брать пример с правильных людей. Таких, каким и была царская семья. И все те, кто сложил свои головы за нашу Родину и за Святую Церковь. Матушка, спасибо Вам большое за познавательную беседу. Благодарю Вас. Надеемся, что это не последняя встреча. Спасибо большое. Да, есть и будет Бог над нами. Он даст нам силы для борьбы. И нам тогда не стать рабами всеуправляющей судьбы. И крестный ход не прекратится сквозь гром и бой колоколов. Он ветра злого не боится. И победить его готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова